Четвероногие обитатели села Ломасово с любопытством изучают незнакомцев. Те явно что-то замышляют. Достали бумаги, сверяют часы, активно жестикулируют и даже пригнали автогидроподъемник. Похоже на операцию, вот только какую? Правильный ответ – профилактическую. Через несколько минут добровольцы из поисково-спасательного отряда «Волонтер Саров» рассядутся по машинам и выйдут в сторону деревни Триавражка. Каким-то непостижимым образом окрестности заброшенного села притягивают потеряшек со всей округи. Рандеву с незнакомым лесом, особенно для пожилых людей, может закончиться печально. Чтобы этого не происходило, волонтеры решили установить на деревьях сеть ориентиров. Проект называется «Стрелки» и уже успел отлично себя зарекомендовать в разных регионах страны. «Стрелка» – это вот такой металлический лист с обозначением 112. То есть, если вы звоните 112, если у вас есть при себе телефон, и говорите вот этот номер, написанный на «Стрелке», по координатам вам тут же выезжает поисковая группа и вас эвакуируют с этой точки. То есть, никуда не надо уходить, ничего не надо искать, просто позвонили к вам, приехали, вас забрали. Отъехав на 2,5 километра от Аламасова, делаем первую остановку. Вроде и близко, но понять, где люди, уже невозможно. Пора ставить первый указатель. Волонтеры пишут на табличке название населенного пункта, указывают расстояние и, разместив правильное направление, приколачивают к дереву. Под знаком приматывают скотчем памятку для тех, кто потерялся в лесу. И это еще не все. Теперь «Стрелку» нужно зарегистрировать. С помощью навигатора и компаса волонтеры определяют точные координаты. Чуть позже их внесут в единую базу данных. Добровольцы надеются, что в будущем их усилия принесут плоды, и выходить на поиски придется реже. А пока каждый человек на счету. И волонтеры с радостью готовы принять свои ряды новобранцев. В первую очередь нам, конечно же, требуются поисковики, потому что это достаточно сложно ходить по лесу. Нужна все-таки физическая подготовка плюс свободное время. Но также нам требуются картографы. Это люди, которые находятся дома и готовят комплект карт для поисковиков, которые управляются на поиск. Информационные координаторы. Это люди, которые принимают заявки, собирают информацию. Вообще направлений очень много в отряде. В каждом мы готовы обучить. Вся актуальная информация о поисково-спасательном отряде «Волонтер Саров» опубликована ВКонтакте. Там же можно пообщаться с руководителями и оставить вступительную заявку. Константин Перевозчиков, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24.